Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить некоторые аспекты иммунотерапии меланомы и современные достижения, которые были получены за последние несколько лет. Я не буду останавливаться подробно на механизмах иммунитета, очень подробно доктор Маркель и уже обсуждали эту историю, но этот слайд демонстрирует всю эту сложность и все те потенциальные мишени, которые мы можем применять для этой самой иммунотерапии. И основная задача иммунотерапии все-таки настроить собственный организм на то, чтобы бороться с опухолью, вместо того, чтобы действовать непосредственно на саму опухоль. Это надо понимать, когда мы рассчитываем получить эффект или рассчитываем получить противоопухолевый результат, сроки и его размер. Из всех иммуноонкологических препаратов, которые сегодня доступны в мире, и в нашей стране появилась регистрация только одного из них, это эпилемумаб. И она появилась совсем недавно, 5 мая. Этот препарат все еще не имеет коммерческой доступности для наших пациентов. Но прогресс идет вперед, и мы понимаем, что антипедиадинтерапия, пембролизамаб, неволумаб и другие лекарства, действующие на антипедиадин ось, не могут оказаться еще более эффективными и яркими, чем антислей-4. Я коротко остановлюсь на тех сведениях, которые имеются по поводу эпилемумаба, потому что это более осязаемое для нашей страны лекарственное средство, которое может в ближайшем времени быть уже применено практикующими врачами. И я хочу отметить вот что. Что большой опыт был накоплен для этого лекарства, и получены данные уже по 7-летней выживаемости, которые были представлены в прошлом году. И эта 7-летняя выживаемость оказывается довольно яркой, большой для пациентов с диссиминированной меланомой, которые получали эпилемумаб далеко не в первую линию. И обратите внимание на то, что между 3-летней и 7-летней выживаемостью практически очень небольшое уменьшение этого самого процента, что означает, что мы можем выходить на оплата, которая, мы будем надеяться говорить об излеченности или о длительной выживаемости пациентов с диссиминированной меланомой. Это, пожалуй, самое яркое и большое достижение иммунотерапии, и это самое важное достижение для этого лекарственного средства, для эпилемумаба. Сравнение с химиотерапией приводится для того, чтобы показать, насколько новый лекарственный препарат превосходит по своему эффекту то, что мы имели и до сих пор имеем как стандарт лечения в нашей стране. Я опять же хочу обратить внимание, что 17-процентная 7-летняя выживаемость это очень яркий показатель в сравнении с химиотерапией. Мы с нашими коллегами, с Тузой Петровой, имели, наверное, самый большой в нашей стране опыт применения этого лекарственного средства. И есть некоторые примеры, которые свидетельствуют нам о том, что это лекарство может работать в самых разных обстоятельствах. Я тоже не хочу подробно остановиться на биомаркерах, потому что была большая предыдущая лекция об этом. Но считается, что большая распространенность болезни, высокий уровень ЛДГ является плохими прогностическими факторами для этого лекарственного препарата. Но, тем не менее, мы должны помнить, что существуют примеры, когда применение лекарства даже в таких неблагоприятных обстоятельствах может приводить к длительной выживаемости. Это следует помнить, когда мы выбираем пациентов для нашего лечения. Вот, собственно, анализ наших собственных данных, порядка 150 пациентов, которые получали лекарственное лечение в онкологическом центре Плохина. Ипилимомаб дает увеличение общей выживаемости. И это первое иммуно-онкологическое средство, которое, в общем-то, стало зарегистрировано как стандарт лечения диссиминированной меланомы в разных странах, открывает новые возможности. И эти возможности демонстрируются на примере исторического контроля с пациентов с четвертой стадии. Если вы обратите внимание на черную кривую, это, в общем-то, кривая выживаемости пациентов с диссиминированной меланомой, которая взята из ТНМ-классификации, из GCC-классификации ТНМ, то есть на основании этих данных были получены, разбиты стадии на подгруппы. Дайте внимание на то, что ипилимомаб при применении у пациентов с диссиминированной меланомой повышает эту выживаемость на определенное количество процентов. И мы видим, что кривая выживаемости становится плоской на протяжении длительного времени. Это характерно для всех иммуно-онкологических средств, это их основное достижение. И, опять же, антипидиодин препараты, которые действуют, как уже Галл говорил, действуют непосредственно в опухоли, на те лимфоциты, которые уже имеют специфически настроенные токлеточные рецепторы противоопухолевых антигенов и, в общем-то, могут немедленно включиться в противоопухолевую борьбу. Поэтому антипидиодин препараты, действуя на периферии, работают быстрее и могут давать более яркие результаты. Два лекарства зарегистрированы в мире для лечения диссиминированной меланомы из класса антипидиодинных лекарств. Это пембролизумаб, это неволумаб. В нашей стране оба лекарства не имеют регистрации, поэтому вы должны помнить о том, что сейчас мы обсуждаем незарегистрированный у нас препарат. Первое исследование, которое показало яркие результаты антипидиодин препарата, K-NOT-001, это когорта больных с меланомой, там было несколько нозологий включено, в том числе пациенты с метастетической меланомой. Результаты были настолько ошеломляющими, что по результатам этого нерандомизированного исследования препарат был включен, зарегистрирован в Соединенных Штатах для лечения пациентов с диссиминированной меланомой. Первые результаты, которые были представлены в 2015 году, демонстрируют уменьшение, это форст плоты, футерфоллы, прошу прощения, которые демонстрируют уменьшение размеров опухолевых узлов на фоне применения препарата. И средние изменения составляют порядка 40% для пациентов, которые получали лекарства не в первую линию. Обратите внимание, что часть из них уже получали лечение эпилемомапом, часть не получали. Те, которые получали, выделены более ярким зеленым светом. Те, которые не получали, более бледным зеленым светом. Но в обоих случаях эффект антиберидин препаратов сохраняется, и он яркий. Длительность ответа на лечение также вызывает очень приятные положительные эмоции, потому что 24-месячный период длительности ответа на лечение имеют почти 70% пациентов. Это очень яркие и убедительные результаты того, как иммунотерапия может бороться с злокачественными опухолями, в частности, с диссиминированной меланомой. Частота ответа на лечение. Этот график имеет определенную особенность. Тут посерединке не, как мы привыкли, единичка положена за риск. Здесь положен 33-процентный ответ на лечение. И обратите внимание, что объективный ответ на лечение в среднем, да, он может быть не такой яркий, как у браф-ингибиторов, но тем не менее он имеется. И также у пациентов с хорошими прогностическими показателями, например, у пациентов с металлазами в легкие, у пациентов с небольшим количеством опухолевой нагрузки, этот эффект может быть еще лучше, чем, например, у пациентов с более неблагоприятными характеристиками. Выживаемость общей популяции по данным 2015 года представлена здесь. Сейчас мы имеем уже более новые слайды с обновленной данной 2016 года. Обратите внимание на вот на что. На лечении до сих пор, с 2012 года, находятся порядка 21% пациентов. При этом прекратили из-за прогрессирования болезни только 40% пациентов. И более одного года получают лечение уже порядка тоже 40% пациентов. При этом средняя длительность лечения составляет 6 месяцев. Давайте посмотрим, как складывается судьба этих пациентов, которые прекратили лечение. Здесь приведены данные по выживаемости без прогрессирования, которые были представлены НАСКО в этом году. И обратите внимание на то, что, несмотря на медиану, которая составляет порядка 5 месяцев, и мы привыкли уже при BRAF-ингибиторах видеть большие цифры, но эта медиана, мы имеем плату, по сути дела, как для выживаемости без прогрессирования в группе пациентов общей и без лечения, так и для общей выживаемости. И несмотря на то, что медиана, опять же, для общей выживаемости 24 месяца, при этом медиана выживаемости без прогрессирования не является тем самым показателем, который мы должны оценивать у пациентов, получающих иммуно-онкологические средства. Общая выживаемость – это тот результат, который дает наиболее яркие представления о работе иммуно-онкологических препаратов, включая антипиодиодин средства. И у пациентов, получающих лечение в первую линию, эти результаты еще лучше. И мы видим медиану общей выживаемости порядка 32 месяцев. Это великолепный результат. Что, собственно говоря, случается с теми пациентами, которые прекратили лечение? Потому что основная проблема антипиодиодин препаратов, по представлению врачей-клиницистов, заключается в том, что лечение не имеет срока окончания. В отличие от ипилимумаба, которым запланировано только 4 дозы, и дальше, вне зависимости от результата, предполагается наблюдение, для антипиодиодин препаратов, включая пемброзизумаб или неволумаб, мы имеем необходимость продолжать лечение до прогрессирования или до непереносимости. Так, во всяком случае, по инструкции. Но этот анализ, который был проведен совсем недавно, говорит нам о том, что при достижении полного эффекта, кстати говоря, время до достижения полного эффекта может быть не в первые 3 месяца, а чуть позднее, и частичный ответ может перейти в полный ответ, если продолжат лечение. Так вот, при достижении полного ответа на лечение, что происходит с пациентами? Обратите внимание на маркировку. Синенькими точечками указаны момент времени, когда пациенты добились полного ответа на лечение. Каждая из этих полосок – это судьба отдельного пациента. Значит, вот такими голубенькими крестиками обозначена последняя доза препарата. И обратите внимание, от момента последней дозы до окончания периода наблюдения может проходить большой период промежуток времени без всякого прогрессирования. И, по сути дела, это очень хорошая информация для нас, которая означает, что в принципе при достижении полного ответа есть шанс на то, что мы можем остановиться. Только двое пациентов в этой когорте, закончивших лечение, имеют признаки прогрессирования заболевания после окончания терапии пембролизумабом. Исследование КИНОТ-006. Сравнение пембра с эпилемумабом. Две дозовые уровни пембролизумаба, одна дозовая уровня эпилемумаба. Сравнение. Значит, опять же, последние данные. Что происходит? В группе пембролизумаба, в группе антипилемидных препаратов результаты повыживаются без прогрессирования, результаты общей выживаемости явно лучше, чем для антистилей-4. И вот обратите внимание, соответственно, на более свежие данные, что происходит с этими пациентами в процессе лечения. 70 пациентов продолжают лечиться пембролизумабом, 58 продолжают лечиться другим уровнем пембролизумаба. Все пациенты, естественно, закончили эпилемумаб, потому что 4 доза была запланирована. И, тем не менее, результаты, связанные с, допустим, переносимостью, с токсичностью, также в пользу антипедиа-1 терапии. Выживаемость без прогрессирования. Опять же, свежая данная САСКО. Лучше в группе обоих доз пембролизумаба, вне с разницы, какая из них тут используется, лучше, чем антистилей-4. Общая выживаемость КНО-006. Обе дозы пембролизумаба оказываются лучше, чем ИПИ. Общая выживаемость. Свежие данные. Аналогичная история. Коротко о побочных эффектах. Предыдущий спикер подробно рассказывал, что побочные эффекты являются специфическими. И еще буквально пару слов про антипедиа-1 другую компанию, это антиэниволюмаб, которая идет по другому пути, по пути комбинирования двух препаратов, СЛИ-4 и ПД-1. Обратите внимание, что комбинация возможна, но сопровождается большими побочными эффектами. И эта комбинация дает лучшие результаты как выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости. И в группе пациентов с низким экспрессией ПДЛ-1 может иметь большое значение. Мы можем добиться высокой частоты ответа на лечение у пациентов с низким уровнем ПДЛ-1 в опухоли при комбинации двух лекарственных препаратов. Аналогичная история, аналогичное исследование было для Пембра с эпилемумабом. И буквально еще пару слов о последовательном применении. Действительно, мы имеем два лекарства. Антипедиа-4 и антипедиа-1. Что назначать в первую очередь, если они имеются для выбора? Данное исследование существует на этот счет. Что если мы назначаем НИВА в начале и во вторую очередь, мы можем получить лучшие результаты. Это тоже следует иметь в виду. Пару слов о следующих исследованиях, которые уже имеют первые результаты. Комбинации могут быть не только иммуно-онкологических средств, но и малых молекул, например, ингибиторов IDO. Первые данные были получены при комбинации Пембра с эпокодослатом, это ингибитор IDO, который демонстрирует 50% ответ на лечение у пациентов с метастатической меланомой. Это исследование первой и второй фазы. И сейчас вы знаете, что запускается исследование третьей фазы, в которой наши центры будут участвовать. И исследования комбинации Пембра с вирусом тоже первые фазы прошли. Мы видим уже их результаты, которые также демонстрируют высокую частоту ответа на лечение. Я суммировал в конце частоту ответа на лечение в первой линии в разных режимах. Обратите внимание, что иммуно-онкологические препараты могут иметь высокую частоту ответа на лечение и, самое главное, длительные ответы на лечение, которые превышают АКВ в таргетной терапии. Я благодарю вас за внимание и спасибо.